От того, какой произносится тон, можно сказать слово Извините, пожалуйста, за беспокойство А сказанное это же слово по-другому означает Я вас люблю То есть, разрешите вас поцеловать Представляете, вот какая разность Так вот, повторение другим тоном и акцентирование проблемы В любом языке, включая наш родной русский язык Играет тоже важное значение Вы согласны со мной, да? Да, конечно Если одна из сторон издевательски формулирует то, что не нравится другой стороне То нейтральное повествование, конечно, здесь очень нужно Режимирование Вот этот процесс, который здесь в виде рваной спиральки получился Я здесь пытался изобразить на слайде раскручивающуюся спираль Но то, что она рваная, наверное, это даже хорошо Потому что движение происходит несколько скачковообразно, ступенчато И оно двигается по спирали Помните, несколько минут назад я вам говорил Об образе той таблицы, которая висела в кабинете За спиной психолога Этапы медиации Шаг влево, шаг вправо недопустим На самом деле, часто медиация развивается вот по такой спирали Когда стороны снова возвращаются к уже пройденным этапам Задают многократно одни и те же вопросы И, наверное, вам как практика это хорошо известно, да? Да, повторение слышу постоянно Да, и вроде бы сторона получила ответ на вопрос Но она снова вам задает этот вопрос Хотя вполне нормальная Вполне уравновешенная Вот здесь замечательная таблица По типам вопросов Увеличьте, пожалуйста, масштаб Слайда номер 7, Светлана Викторовна Раздела Вот, видите, давайте пробежимся Типы вопросов И с какой целью Открытый вопрос Закрытый Безадресный Адресный Ориентированный на прошлое Ориентированный на настоящее И ориентированный на будущее Итак Открытый вопрос Тут, который обсуждается в настоящее время Ну, любой вопрос Здесь немножко с другой точки зрения Это анализируется Светлана Викторовна Закрытый вопрос Предполагает, что Когда вы его задаете Вы услышите Да или нет Выбор из Короткого количества вариантов Открытый вопрос Расскажите, например О вашей школе Или Расскажите, пожалуйста Какое вы получили образование Вот это Открытый вопрос Закрытый вопрос Курите ли вы? Или нет? Очевидно Да, курю Или нет, не курю Все, достаточно Теперь Безадресный вопрос Представьте себе Что вы сидите в группе Может быть С две стороны Или даже больше И вам Очень хорошо бы Что называется Сформулировать Риторический вопрос Который адресован Каждому Одновременно И никому конкретно Можете представить Да? Ну да Самое простое О чем мы договорились В настоящий момент Уважаемые стороны Вы так как стимулируете Адресный Адресный Это противоположность Когда вы адресуетесь С вопросом К одной из сторон Спора Тоже важно Ориентированный На прошлое Итак Вы Фокусируетесь На тех событиях Которые происходили В прошлом Когда это необходимо Допустим В наследственном Споре Вам важно Понять Что произошло И для этого Надо понять Предысторию Семьи Ориентированный На настоящее